МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на то, что ограничительные меры сняли, и заболевающих стало меньше, многие продолжают вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Почему? Узнаете в сюжете. В этот день мы ежегодно проводим такие детские эстафеты, приобщаем детей к спорту, и они с радостью принимают участие в этих эстафетах и борются за победы. В парках округа отпразднули Международный день детей. Мы должны, как учреждение культуры, знакомить людей с культурой непосредственно. В парке Наташинские пруды состоялось дефиле русских национальных костюмов. Спорт – это движение, движение – это жизнь. Надо играть в волейбол. Почему ты будешь самым двигать? Забить последний мячик. Как прошли финальные игры по волейболу среди трудовых коллективов, смотрите в выпуске. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Главе муниципалитета отчитались в проделанной работе руководители структурных подразделений, начальники силовых ведомств и представители экстренных служб. С докладами спикеров ознакомилась и наша съемочная группа. В 2050 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшую неделю. 31 заявление стало поводом для возбуждения уголовных дел. По горячим следам стражи порядка раскрыли 25 преступлений. Продолжаем работу усиленного варианта. То есть совместно с образованием и с управлением культуры охраняем наши парки в субботу и воскресенье, для того, чтобы там ничего не совершилось. И также сейчас совместно с комитетом образования, то есть охраняем школу, где проходит единый государственный экзамен. 61 выезд по сигналу тревоги. Такой выдалась неделю у сотрудников Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. В шести случаях пришлось бороться с огнем. Одно происшествие с пострадавшим. 24 мая, 8 часов, Октябрьский проспект, 43, корпус 5, дом пятиэтажный кирпичный, 4 подъездные. В одной из квартир, пятикомнатная квартира коммунальная, в одной из комнатров горе личные вещи на площади 5 квадратных метров. Имеется пострадавшая женщина, госпитализированная в Люберецком больнице с диагнозом отравления продуктами горения. В блоке ЖКХ без происшествий. Аварийных отключений на территории округа не было. Все системы функционировали в штатном режиме. Согласно графику, продолжается работа в МКД. В домах меняют лифт, ремонтируют подъезды и проводят капремонт. Всего у нас запланировано отремонтировать 135 многоквартирных домов. В работе сейчас находится 51 дом и выполнена работа уже на 23 домах. Что касается содержания городских и дворовых территорий, то над этим трудились более тысячи человек и сотни единиц спецтехники. В первую очередь внимание обращают на опиловку аварийных деревьев, покоз травы и вывоз мусора. Такую же работу проводят в парках городского округа. Владимир Ружицкий дал поручение. Содержание зоны отдыха в летний период должно быть под особым контролем. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Подмосковье участились случаи телефонного мошенничества. Чтобы предостеречь жителей от опасности, сотрудники полиции проводят профилактические акции. Тему продолжит Богдан Колесников. Представляю вас, что у вас участились случаи дистанционного мошенничества. Звоним на телефон, представляете сотрудниками банка. Вы давно уже знаете? Ну, знаете, хорошо, еще будете. А вы хотите нам что-то включить? Да, конечно. Сотрудники правоохранительных органов беседуют с жителями в парке Малаховское озеро и раздают памятки, в которых описаны основные способы мошенничества. Чаще всего страдает среднее и старшее поколение, ввиду того, что не понимают, боятся и не знают, как себя вести в той или иной ситуации. В рамках акции «Осторожно, мошенники» полицейские рекомендовали не переводить денежные средства на неизвестные счета и не сообщать по телефону персональные данные и коды из СМС-сообщений. Если звонят с неизвестного номера и представляются родственниками, которые попали в беду, нужно повесить трубку и перезвонить близкому человеку. На самом деле эта памятка очень полезна, потому что у меня есть бабушки, дедушки, и я с удовольствием им передам её, чтобы они были бдительными и, не дай бог, не попались в руки мошенников. Пока единственный способ не стать жертвой телефонных мошенников – запомнить. Ни полиция, ни банки никогда не будут просить перевести деньги для решения тех или иных вопросов. Если такой звонок поступил, позвоните на горячую линию банка или в отдел полиции. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий посетил компанию по производству сырья для хлебопекарной и кондитерской промышленности. Цель визита – ознакомиться с работой предприятия в условиях санкционного режима и понять, как он справляется с новыми вызовами. Каждый день в этих стенах перерабатывают натуральные ингредиенты высокого качества. Здесь производят улучшители, закваски, солодовые продукты, хлебопекарные, кондитерские смеси, а также кремы, начинки и стабилизаторы взбитых сливок. Каждая партия поступающего сырья и готовая продукция проходит тщательный контроль. Мы производим более 2000 тонн продукции в год. Каждый год мы увеличиваем, расширяем ассортимент и находимся постоянно в развитии. Ковидное ограничение и санкционный режим не помеха. И во время пандемии сейчас компания продолжает работу и не останавливается ни на день. Руководству предприятий удалось решить вопросы, связанные с логистикой и поставкой импортного сырья. Доля ингредиентов, завозимых из-за рубежа, составляет 10%. Компания крайне востребована на российском рынке. Она на российском рынке сегодня одна из лидеров с точки зрения поставки ингредиентов для хлебопечения, кондитерских изделий. Мы стремимся, по крайней мере, поддерживать отношения, оказывать помощь нашим предпринимателям, нашему бизнесу. Мы пока идем таким хорошим темпом. Компания планирует построить два дополнительных производственно-складских комплекса. Реализация проекта начнется в следующем году. Благодаря ему руководство предприятия вдвое увеличит количество рабочих мест. На данный момент здесь трудоустроено более 70 человек. Учащиеся всероссийского проекта «Политстартап», представляющий городской округ Люберцы, встретились с наставниками. Начинающие политики рассказали о себе, а также задали интересующие вопросы своим старшим по статусу коллегам. На встречу побывала наша съемочная группа. «Политстартап» – это постоянно действующий кадровый проект партии «Единая Россия». Он направлен на то, чтобы выявить молодых людей до 35 лет с активной жизненной позицией, которые готовы попробовать свои силы в общественно-политической деятельности. В городском округе Люберцы в проекте зарегистрировалось 68 человек. Среди них – председатель молодежного парламента Ашот Маргарян. В этом году он участвовал в праймере с «Единой России». «Это большой опыт, который можно получить, общаясь с коллегами, с нашими наставниками уважаемыми. Во-вторых, это все-таки командная работа с политтехнологами, с ребятами, которые входят в избирательный штаб и помогают в выбранной кампании». Кадровый проект не просто дает возможность заявить о себе, но и вдохновиться примером тех, кто достиг определенных высот. Во время встречи с молодыми людьми опытные наставники рассказали о своем карьерном пути и дали советы начинающим политикам. «Работать с людьми, заниматься какой-то общественной деятельностью, сразу тоже не получится. Всему нужно тренировать. Формирование партий, общественных движений, формирование в целом власти как таковой. Конечно, здесь совершенствования нет предела и надо все совершенствовать. Вот это вы и свои молодые любви». «Я тоже был когда-то 20 лет. Я тоже в таком же подавленном состоянии занимаюсь в спортивном зале, общаюсь с понятным контингентом. Подумал, что все-таки надо что-то менять и помогать. И тогда была организована общероссийская общественная политическая организация «Партия Единство». И эта партия меня заинтересовала как какое-то новое, в которое я, соответственно, пришел». В беседе также приняли участие депутаты Московской областной думы Игорь Кахан и Дмитрий Дениско. У каждого участника проекта «Политстартап» была возможность задать вопрос наставникам. Молодых людей интересовали темы, связанные с патриотическим воспитанием детей, порядком участия в выборных кампаниях и развитием молодежных движений. Валерий Котиков сделал прививку от COVID-19 в конце прошлого года. По советам врачей, житель Томилина снова посетил пункт вакцинации. Мужчина уверен, повторный укол – надежная защита от вируса. Проверено лично. «Замечательно. Я ничем не болел. И больницу, слава богу, это там не видел. И мне она не нужна в больнице». Врачи рекомендуют делать ревакцинацию через шесть месяцев после последней прививки. В первую очередь это касается людей старше 60 лет. Чтобы напомнить об этой важной необходимости, участковые службы обзванивают жителей. «Это важно делать, чтобы не заболеть. Потому что осложнения от новой коронавирусной инфекции очень тяжелы именно для старшего поколения, для лиц пожилого возраста. Поэтому желательно, чтобы все прошли ревакцинацию». В настоящее время в городском округе работает три стационарных пункта вакцинации. В торговых центрах «Орбита», «Светофоры» и в Центральном МФЦ. Ознакомиться с графиком их работ можно на официальном сайте Люберецкой областной больницы, а также на страницах учреждения в социальных сетях. «В данный момент мы работаем в торговом центре «Орбита». «Орбита». Пункт вакцинации здесь открыт по три раза в неделю, вторник, четверг и суббота. Вторник, четверг с 16 до 19 и в субботу с 15 до 17». Вакцинацию от коронавируса можно пройти и в любом поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы. При себе необходимо иметь паспорт по ЛИС ОМС и СНИЛС. Для удобства жителей есть возможность предварительной записи через портал госуслуги по телефону 122, а также непосредственно в поликлинике или в МФЦ. Луиза и Геазаря, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На полигоне Торбеева завершаются подготовительные работы по засыпке грунта. В течение двух недель проложат дорогу для проезда грузовиков и спецтехники. Для начала рекультивации предприятия посетили экологи, представители правительства Московской области и жителей. К ним присоединились и мои коллеги. Последний раз грузовики с твердыми коммунальными отходами заезжали на полигон Торбеева в декабре 2020 года. Сейчас на этой территории тоже можно увидеть крупногабаритные машины. Но ничего другого, кроме чистого грунта и строительного мусора, сюда больше не завозят. Строительные отходы перерабатывают в щебень, древесную щепу и полимерные материалы. Остатки вывозят на полигон Тимохова, а грунт используют для засыпки последней карты полигона Торбеева. Для его очистки используют специальную машину «Тромель». Этот аппарат просеивает до 600 кубометров грунта в час. Там огромный барабан сетчатый. Соответственно, грунт, когда проходит, он через эту сетку просеивается. А уже мусор выходит и удаляется транспортером на вывоз. Лицензию мы получили в конце мая 2021 года. Ну и, соответственно, с июня месяца начали потихоньку принимать строительные отходы. В середине июня стартуют работы по дополнительной засыпке инертным грунтом последней чаши полигона. До начала рекультивационных работ это единственный способ, который избавит жителей окрестных домов от неприятного запаха. Подготовительный период займет порядка еще двух недель. Необходимо будет проложить дорогу для того, чтобы грузовики могли заезжать на рабочую карту и подготовить спецтехнику для того, чтобы она могла уже завозимый инертный грунт складывать в необходимые бурты и разравнивать. Мы и контролировать будем засыпку, потому что это наше здоровье. И мы должны понимать, что здесь карты засыпаются чистыми грунтами, а не мусор сыпется. И думаю, да, будет все хорошо, как только пройдет засыпка. За счет дополнительного слоя грунта количество выбрасываемого газа снизится в разы. Специалисты говорят, что жители сразу почувствуют разницу. Вся работа займет от трех до пяти месяцев. Этим летом завершится комплексное благоустройство пляжной зоны Кореневского карьера. За последние два года в зоне отдыха проделали большую работу. Установили видеонаблюдение, сантехнический модуль, спортивные площадки и запустили прокат инвентаря для водных видов спорта. Что еще предстоит сделать, расскажем в следующем сюжете. Кореневский карьер – популярное место для летнего досуга и занятий спортом. К тому же сейчас, с приходом первых теплых дней, на пляжной зоне отдыхают жители округа. А по соседству с ними работает техника. На этой территории стартовал заключительный этап благоустройства. Мы намереваемся подготовить пляжную зону в размере 2000 квадратных метров, новую волейбольную площадку, установить новые передевальные кабинки, автономный туалет душевые и, соответственно, контейнерную площадку под раздельный сбор мусора. На обновленный пляж завезут 900 кубических метров белого песка. Большая работа запланирована и вокруг него. Обустройство парковочных мест и асфальтирование дороги, ведущей к водоему. Добираться до карьера будет удобнее как водителям, так и пешеходам. Мы в этом году эту пляжную зону расширим. Здесь, конечно, должна появиться какая-то элементарная торговля, чтобы люди, которые здесь отдыхают летом, могли купить хоть стакан воды, сока, кваса или мороженое. Здесь тоже это будет. Мы планируем, в принципе, всю эту систему вывести на систему «Безопасный город». Благоустройство Кореневского карьера проходит в рамках программы Московской области формирования современной комфортной городской среды. Завершение работ намечено на середину июня. На весенней улице в следующем году откроют новый детский сад. К строительству дошкольного учреждения уже приступили. Глава округа побывал на объекте и пообщался с подрядчиками. Подготовительные работы на стройплощадке начались в марте. Экскаваторы свою работу выполнили, котлован под фундамент готов. Рабочие приступают к следующему этапу строительства. Пока происходит забивка сваи, устройство свайного поля. И, соответственно, уже заходят бригады монолитчиков, которые будут производить бетонирование фундаментной плиты. Когда фундамент будет залит, начнут возводить стены и перекрытия. К концу июля планируют построить первый этаж будущего дошкольного учреждения. Он строится за счёт бюджета Московской области. Цена где-то не менее 371 миллион. Хотя, я думаю, мы будем ещё эту цифру пересматривать. В силу того, что есть и инфляция, и удорожание строительных материалов. Всё по плану. Мы, понятно, что будем постоянно контролировать и вести работу застройщиком. Но на сегодняшний день у меня опасений нет, что этот объект будет построен в срок. Детский сад на 350 мест, который построят рядом с лингвистической школой, распахнёт свои двери для детворы в третьем квартале 2023 года. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Подмосковье стартовала детская летняя оздоровительная кампания. В Люберцах на базе общеобразовательных учреждений открыт 31 лагерь с дневным пребыванием. Чтобы узнать, что в этом году подготовили для детей, наша съёмочная группа отправилась в школу номер 11. Последняя беглая проверка школьного лагеря перед открытием. Глава округа Владимир Ужицкий и начальник управления образованием Виктория Бунтина осматривают кабинеты для развивающих занятий, столовую, в которой ребят ждёт трёхразовое питание, и спальни для послеобеденного отдыха. А на улице тем временем уже началось грандиозное представление. Я вам желаю хорошего настроения. Занимайтесь спортом, учитесь, дружите. Конечно, вы иногда балуетесь. Вот видите, молодцы. Поэтому я вам желаю быть послушными, потому что ваши родители вас верят. Орлёнок. Детский лагерь в 11-й школе распахнул свои двери для 130 детей от 7 до 15 лет. Взрослые обещают – скучно, никому не будет. Каждый школьник в душе мечтает устроить в школе революцию. Чтобы вместо уроков пели песни, играли в игры, спортивные соревнования, квесты. Но каждое лето в июне наш школьный лагерь распахивает двери. И поэтому никакой переворот не нужен. Именно здесь их ожидает всё то, о чём они мечтали во время учебного года – расслабиться и отдыхать. Все лагеря накануне, это до 19 мая, приняты межведомственной комиссией, в которую входили и сотрудники УВД, и сотрудники Роспотребнадзора, ПОЖНадзора. То есть сегодня все мы лагеря организовали в безопасных условиях и в соответствии с теми нормами, которые предусмотрены. Детские дневные лагеря проработают ровно месяц до 30 июня. Всего в Люберцах отдохнут 3680 детей. Для них организуют досуговые спортивные мероприятия. Большое внимание уделят изучению правил безопасности. Луиза и Геосарян, Ирина Иванова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 1 июня во всём мире отмечают День защиты детей. В Люберцах по традиции поздравили тех, кто сегодня нуждается в особой защите. Пациентов – стационарного отделения Центра охраны материнства и детства. На праздники побывали и мы. Сажать деревья в первый день лета во дворе Московского областного центра охраны материнства и детства уже стало традицией. В прошлом году на территории больницы высадили рябиновую аллею. На этот раз зелёный уголок пополнился пушистой елью. Конечно же, это очень символично, потому что сегодня день начала лета. Дети уходят на длинные каникулы. Конечно же, это время, когда можно набраться и нужно здоровья, подтянуться и подготовиться к следующему учебному году. Но кому-то первый день лета и день защиты детей приходится встречать в стенах больницы. Скорейшего выздоровления маленьким пациентам пожелал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. На данный момент в стационарном отделении проходит лечение более 270 детей. Если не желаю, вот к родителям обращаюсь, чтобы вы как можно быстрее ваших детишек привели в порядок и наслаждались летом, солнцем и просто семейным счастьем. Поэтому всем самые добрые пожелания. Первый день лета, посмотрите, какой он хороший, какой он светлый. Это говорит о том, о большой любви к нашим детям. С праздником вас, дорогие наши дети и родители! Подбодрить маленьких пациентов и подарить им хорошее настроение пришли и сказочные персонажи. Для виновников торжества устроили яркий веселый праздник с конкурсами, играми и танцами. Представители общественных организаций тоже не остались в стороне и поздравили маленьких жителей округа с Днем защиты детей. Для виновников торжества устроили веселый праздник со сладкими угощениями, мастер-классами и концертом. Подробности в следующем сюжете. Ругать, я красиво, я красиво, да лениво гуляю я, гуляю я. День защиты детей – это не только повод принимать поздравления и подарки, но и демонстрировать свои таланты. На праздничной площадке выступают хоровые, вокальные, танцевальные детские коллективы. Хорошее настроение придаёт и тёплая солнечная погода. Лето пришло по расписанию. Хорошо, солнечно. Выступает. Хорошо. Мне очень это понравилось. И вата вкусная. Детские улыбки и радость – результат работы большой команды. Инициаторы праздника – общественная палата городского округа Люберцы, сообщество «Нежный бизнес» и «Союз женщин Подмосковья». Мероприятие прошло на территории храма Владимирской иконы Божией Матери. Организовали праздник для детей, для людей, для прихожан, для всех нас, потому что дети – это наше будущее. Церковь, конечно же, всегда на стороне защиты всех, в том числе и, наверное, где-то в первую очередь детей наших, потому что мы понимаем, что это наше будущее. И, конечно, мы этот день начали с молитвы о наших дорогих детках, о наших мамах и папах. Для гостей праздника приготовили серию различных мастер-классов. Представители медицинского колледжа показали, как нужно правильно ухаживать за младенцами. Студент Артемий Марков раскрывает секреты массажа и гимнастики. Аккуратненько начинаем круговыми движениями. Проходим ручки ребенка. Делаем пять кругов таких. Затем переходим на другую ручку. На соседних площадках мастер-классы по изготовлению мягких игрушек и подделок из бумаги. Одним словом, День защиты детей прошел не только весело, но и с пользой. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Двери Люберецкого кривейческого музея всегда открыты для маленьких посетителей. А в День защиты детей для них организовали специальные выставки и мастер-класс. Подробнее в нашем сюжете. Просто так в музей сегодня не войти. Возле входа шум, гам, конкурсы и песни. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. В честь Дня защиты детей заслуженный артист Московской области Александр Чайка решил выставить в Крывейческом музее личную коллекцию моделей автобусов и трамваев, которую собирал 14 лет. Сам же сегодня и экскурсовод. Это модели автобусов «Один сражает трём». Повторение в точности наших автопрома СССР, российского, нашего государства, все автобусы, которые нам тогда помогали жить, существовать, передвигаться. В детстве не было таких красивых моделей. Если бы были, я бы сошёл с ума от радости. Ольга Засыпкина с детства обожает рукоделие. Раньше шила одежду для кукол, вышивала, вязала игрушки. Спустя годы научилась их делать из подручных материалов. Например, сейчас делятся секретом, как смастерить зайца из салфетки и резинки. Мастер-классы для детей разных школ, детских лагерей, детских художественных школ. Специально приходят к нам на такие мероприятия, на праздники. Для них подготовлена огромная программа. Она очень интересная, очень насыщенная. В Люберецком краеведческом музее для детей открыты четыре экспозиции с историей детских, дворянских, крестьянских и советских игрушек. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На стадионе «Торпедо» состоялись легкоатлетический забег и спортивная эстафета для мальчишек и девчонок, которые сейчас отдыхают в школьных лагерях дневного пребывания. А в Центральном парке прошли творческие мастер-классы. На праздники детства побывали мои коллеги. Старт легкоатлетическому забегу дал глава округа Владимир Ружицкий. В спортивных состязаниях приняли участие 20 команд. У вас сегодня праздник, погода улыбнулась. И создала нам такое, через погоду, хорошее настроение. Ребята, скажите честно, вы счастливы? Вот это самое главное! В финале спортивной эстафеты встретились сборные 20-й, 24-й гимназий и 54-й школы. Савва Чухненко был настроен на победу, но что-то пошло не так. Его команда заняла третье место. Хотелось бы выиграть, но немного не хватило. На стадионе более 140 мальчишек и девчонок. Спортивный праздник положил начало детским соревнованиям, которые проведут в округе в течение лета. В этот день мы ежегодно проводим такие детские эстафеты, приобщаем детей к спорту. И они с радостью принимают участие в этих эстафетах и борются за победы. Сюрпризы ждали детвору и в Центральном парке. Ребята участвовали в творческих мастер-классах, рисовали на пленере, пели и танцевали. Глава округа угостил детей мороженым и пожелал отличных летних каникул. С Днем защиты детей! В Краснознаменном зале Московского дома ветеранов воин и вооруженных сил прошел галоконцерт 6-го международного фестиваля патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества». Перед гостями выступили известные российские артисты и лауреаты конкурса. Подробнее расскажут мои коллеги. В этом году фестиваль посвящен 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра Великого. Именно Петр Первый сделал ту страну, которая стала империей, которая стала великой страной. Он создал флот, он создал армию, он держал огромное количество побед. И самое главное, он растил молодые таланты, которых мы сегодня с вами тоже будем честны. Вот эти голоса – это просто находка нашей России. И самое главное, мы должны дать возможность нашим молодым людям проявить свои таланты. Конкурсантов оценивали по трём возрастным группам в двух номинациях – сольное пение и музыкальный ансамбль. В фестивале приняли участие юные таланты из регионов России и ближнего зарубежья. Но в силу последних событий многие конкурсанты не смогли приехать на галоконцерт. Ведутся вот эти фестивали онлайн. Мы тоже здесь провели онлайн. Только некоторые номеры из других стран, которые… Сейчас уже, видите, самолёты не летают. Международный уровень упал. Но таланты у нас два. Только дайте фестиваль. Только дайте спокойный мир. Тогда всё будет в порядке. Члены жюри ставили оценку за выразительность и технику исполнения, артистичность, сценический костюм и репертуар, который должен соответствовать возрасту исполнителя. Народная артистка России Надежда Крыгина, участников фестиваля «Молодые таланты Отечества», судила впервые. Очень хороший уровень конкурса. Очень хорошие дети. Россия вся певучая. Россия поёт все. И слава богу, что никогда не прекращается. Я думаю, когда закончится песня, и когда человек не будет петь, наверное, всё остановится в мире. Александр Муратов приехал из Мордовии. Поёт с трёх лет. Но во время гала-концерта перед выходом на сцену волновался как в первый раз. Когда услышал свою фамилию в числе лауреатов престижного музыкального фестиваля, поверил не сразу. Я не могу даже эти эмоции описать. Я счастлив, я таким счастливым давно очень не был. Патриотизм для меня – это в первую очередь память о всех наших предках, память о наших героях. Нужно чтить традиции предков и всегда помнить, за что они воевали и для кого они это делают. Среди зрителей много знакомых лиц. Популярные артисты, государственные и общественные деятели, космонавты, руководитель аппарата Клуба героев Москвы и Московской области, контр-адмирал Илья Козлов убеждён, что подобные фестивали нужны. Такие мероприятия, тем более детские, как патриотические песни, которые воодушевляют, во-первых, на знание истории, во-вторых, воодушевляют на свершение даже с таких детских лет подвигов. Даже спеть патриотическую песню – это уже подвиг для того, чтобы в дальнейшем воплотить, может быть, даже в себе лучшие чувства, которые ты воспевал в этой песне. Для участия в фестивале поступило более 1300 заявок. В финал вышли 80. Победители и лауреатов ждут выступления на лучших концертных площадках Москвы и Подмосковья. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Московской области проходит неделя внутреннего туризма. В городском округе Люберцы ключевым объектом является музейно-выставочный комплекс. Учреждение культуры подготовило для посетителей серию увлекательных мастер-классов и выставок. Подробности в сюжете моих коллег. На написание этой картины у люберецкого художника Владимира Засыпкина ушло около года. Живописец изобразил битву русской дружины под предводительством Александра Невского с рыцарями Тевтонского ордена. Рассматривая работу, можно не только оценить труд мастера, но и узнать подробности истории ледового побоища. В этой битве пехотинцев не было, потому что для новгородской дружины это был дальний поход пешком. И тем более по бездорожью весна далеко не уйдешь. Они все были конные. В соседнем зале выставка сразу десяти художников под названием «Диалоги». С помощью своих картин живописцы призывают посетителей к разговору. Ведь каждая работа, представленная здесь, заставляет задуматься и вызывает у людей разные эмоции. Что мне нравится в живописи, то, что я могу себя пробовать в любых жанрах. Я могу рисовать и маслом, и делать пастели, коллажи, все что угодно. Сейчас это не запрещено. На каждой локации атмосфера творчества. Музейно-выставочный комплекс по праву считается эпицентром внутреннего туризма городского округа Люберцы. Здесь сосредоточено все, что связано с историей и культурой не только самого муниципалитета, но и всей России. В течение всей недели в стенах учреждения проходит серия различных мероприятий. У нас в основном учащиеся. Сегодня к нам пришли детские школы искусств. У них сегодня интересные встречи. Встречи с художниками, авторами тех работ, которые представлены у нас в картинной галерее. Также они могут научиться гончарному мастерству. К посетителям учреждения присоединился и глава округа Владимир Ужицкий. Он не только ознакомился с выставками, представленными здесь, но и принял участие в торжественном событии. В зале одной картины презентовали работу Юлия Клевера «Закат в лесу». До этого почетное место два года занимала буря на море Айвазовского. Если сравнивать с полотнами вообще великих художников-передвижников, это другой масштаб. Это более уютные, более камерные картины. И это погружает в эту природу, что-то напоминает такое сказочное, дремучее. А впереди обязательно свет. Музейно-выставочный комплекс состоит из трёх структурных подразделений. Картинной галереи Люберецкого краеведческого музея и музея истории и культуры посёлка Малаховка. Каждый год эти учреждения посещают более 20 тысяч человек. И каждый раз посетителей ждут новые интересные проекты. В парке Наташинские пруды прошло дефиле этнографических народных костюмов. Зрители увидели наряды Рязанской, Курской, Белгородской, Брянской и Орловской губерний. Какую одежду носили на Руси в середине 19-го, начале 20-го века, расскажут мои коллеги. Заглянуть в прошлые страны люберчанам удалось благодаря коллекционеру старинной одежды Наталье Волковой. За несколько десятилетий она собрала более 150 предметов. Настоящие подлинные костюмы, которые прямо лежат в сундуке у бабуши. Когда ты приезжаешь, бабушка открывает сундук, и вот она начинает вытаскивать газетку, костюмчик, газетку, костюмчик. Когда ты одеваешь этот костюм, ты чувствуешь себя каким-то, не знаю, как будто героем из книги. И вот эти костюмы тут и свадебные у нас, и детские. Это такая энергетика. Мы друг от друга сейчас будем заряжаться. Я надеюсь, что мы свою энергию передадим сюда нашим зрителям. У каждой крестьянки было до 30 нарядов. Повседневный, воскресный, траурный, праздничный. Его надевали на Рождество, Крещение и Пасху. И, конечно, свадебный. По платью можно было узнать о месте проживания, социальном статусе и семейном положении. В каждом регионе свои традиционные костюмы, которые отличались по стилю, цвету и материалу. Праздничные наряды расшивали бисером и золотом. Показ старинной народной одежды в Люберцах организовали впервые. На фоне всех последних государственных праздников дождливых захотелось призывать солнце яркими костюмами, нарядами. И подвернулся удобный случай представить коллекцию, которая обычно фигурирует как музейные экспонаты и ездит по выставкам. Мы должны, как учреждение культуры, знакомить людей с культурой непосредственно. Праздничные дефиле посвятили Дню славянской письменности и культуры. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Дело было вечером. В Красковском культурном центре прошла шоу-программа. Две команды, в которую вошли деятели искусств, общественники и депутаты, сразились в интеллектуальных поединках. О новом формате развлечений наш следующий сюжет. Две команды, в каждой по шесть человек. Они знают друг друга, но не знают, какие задания им предстоит выполнять. Но одно участники шоу-программы «Дело было вечером» знают наверняка. Будет весело, это абсолютно точно. С нами пришла наша группа поддержки. Все очень активные. Проявить интуицию, смекалку и эрудицию участникам предложили с помощью пяти заданий. Например, игрокам нужно было отгадать известную песню, переозвученную голосом робота. Угадать, кто из зрителей участвовал в программе «Давай поженимся». И за несколько секунд объяснить водителю, в какой город надо ехать. Куда едем, шеф? Туда, где мой дет расписался? 45, а где вы? Правильно. За каждое задание команде присуждали баллы. Выиграет та, которая наберет наибольшее количество по итогам всей игры. Идея нового формата развлечений принадлежит художественному руководителю Красковского культурного центра Надежде Кудисовой. Вот такой вот новый формат. Его еще ни разу не было. Мы надеемся, что очень понравится. Но, по крайней мере, есть уже желающие, которые хотят прийти и играть. В перерывах между играми танцевали номера и музыкальные паузы. Заряд положительных эмоций получили не только участники шоу-программы, но и зрители. Я в восторге. Удивлена, приятно удивлена. Дело было вечером. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В городских округах Московской области проходит серия танцевальных мастер-классов. Секретами искусства делятся топовые хореографы страны. Заключительный марафон пространства танца прошел в Люберцах во Дворце спорта «Триумф». Там работала наша съемочная группа. Обычно танцевальные коллективы городского округа Люберцы собираются на одной площадке во время массовых праздников и мероприятий. На этот раз поводом стал мастер-класс от метров хореографического искусства. В ожидании именитых наставников юноши и девушки оттачивают навыки мастерства. Я сейчас в девятом классе в детской хореографической школе. Всего у нас десять. У нас есть разные направления. Мы занимаемся и джазом, и бальным, и степом, и народным. Всегда пробуем новые. Историко-бытовое также у нас есть. Наша задача научиться чему-то новому. Мы всегда готовы для открытий. Именно с этой целью и создан проект пространства танца. Уже третий год подряд при поддержке Министерства культуры на территории Московской области проходят бесплатные марафоны для тех, кто готов к новым открытиям. Дети, и не только дети, приходят, занимаются. Четыре мастер-класса проходят для них за раз. Не всем дается это легко, но те, кто проходит от и до, я думаю, для себя черпают много всего полезного. Каждый мастер-класс мы проводим из четырех таких секций, четырех мастеров. Два человека – это педагоги от городского округа, те, которые преподают здесь. И двоих, а иногда троих мы приглашаем на так называемых топчиков. Подобные танцевальные мастер-классы прошли в Красногорске, Дмитрове, Сергееве, Посаде и Балашихе. Очередь дошла до Люберец. Городской округ впервые принимает у себя этот проект. Городская округа Люберца – очень богатый край именно на танцевальные таланты. У нас порядка тысячи детей ходят в наше круглоформирование именно хореографической направленности. И мы удостоены такой чести, что мы сегодня принимающая сторона и участвующая сторона. Летом организаторы проекта планируют провести фестиваль уличной культуры «Пространство танца под открытым небом». Ежегодно это мероприятие собирает более пяти тысяч участников из разных уголков России, а также стран ближнего зарубежья. Луиза Игия-Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошли заключительные турниры любительской волейбольной лиги Юго-Востока Московской области и первенства городского округа Люберцы среди трудовых коллективов. На финальных играх побывали и мы. На волейбольной площадке встретились женские сборные команды городского округа «Раменское» и Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского. Техника игры отточена, девушки чувствуют себя на поле уверенно. Екатерина Ильина – командный вид спорта, любит с детства. Сначала был баскетбол, позже увлеклась волейболом. В финальном поединке она принесла своей команде сразу несколько очков. Спорт – это движение, движение – это жизнь. Надо играть в волейбол. Почему ты будешь самым двигать? Забить, забить последний мячик. За главный трофей турнира сразились и трудовые коллективы. Свои команды выставили общеобразовательные учреждения и производственные предприятия округа. Завод «Звезда» в этом году участвовал, завод «Милий Камова». Это в целом любительское соревнование, оно никаким разрядом не имеет отношения. Мы просто развиваем, полизируем волейбол совместно со спорткомитетом городского предпринимателя. В первенстве округа среди трудовых коллективов в этом сезоне приняли участие 52 команды. Лучшие результаты в заключительной игре показали сборные Люберецких школ. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова